Здравствуйте! В эфире программа «Комфортный город» Программа для тех, кто любит свой город и хочет сделать его лучше и удобнее для проживания Сфера услуг не только часть экономики, но и неотъемлемая часть нашей жизни И чем качественнее и разнообразнее услуги, тем комфортнее наша жизнь В сферу услуг входят услуги общественного питания, финансовые услуги, информационные, жилищно-коммунальные, бытовые, услуги аренды, туристические услуги, юридические, гостиничные, охранные, услуги переводчиков, торговые услуги, транспортные и развлечения Сфера услуг – самый актуальный и доступный вид бизнеса сегодня Его можно начинать практически с нуля и с минимальными затратами И понятно, что большое количество конкурентов стимулирует повышение качества услуг У клиентов хорошая память, и они помнят, куда обратились, вне зависимости от того, помнят ли их там Каждый потребитель имеет беспрекословное право на качество, безопасность, информацию и возмещение ущерба Ваше право на качество означает, что продавец должен передать вам качественный товар, а исполнитель – качественно выполнить работу Право на безопасность Как потребитель вы имеете право на то, чтобы услуга была безопасна для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды Право на информацию Потребитель имеет право на необходимую и достоверную информацию о том, что продается, кто продает и кем это изготовлено, как и когда это можно приобрести Право на возмещение ущерба За нарушение прав потребителей продавец несет ответственность, предусмотренную законом или договором По состоянию на 1 октября 2014 года сфера бытового обслуживания города Чебоксары включает в себя 1011 объектов по оказанию бытовых услуг За последние 9 месяцев прекратили свою деятельность 13 объектов, открылись новых 60 объектов Из них 23 парикмахерские, 7 фотоателье, 2 мастерские по ремонту строительной и бытовой техники, 1 химчистка, 8 саун, 8 ателье по пошиву и ремонту одежды, 1 ювелирная мастерская, 1 мастерская по пошиву и ремонту обуви Прирост числа объектов по оказанию бытовых услуг к аналогичному периоду 2013 года составил 6,8% Думаю, нам всем станет понятнее, если мы разместим все объекты на карте Более 1000 объектов по указанию бытовых услуг Прибавим к ним 32 продовольственных магазина, 23 магазина промтоваров и 164 смешанного типа, а также 15 торговых центров От красных маячков начинает рябить в глазах, пока мы видим только один пробел, это микрорайон Садовый Дома в нем только строятся, но многие семьи уже перебрались туда жить и испытывают определенные неудобства Действительно у нас сейчас объектов очень много Нормативы я же говорила, что превышают нормативы обеспеченности, которые установлены у нас республикой Но есть другое Сейчас хотелось бы, конечно, новшество внедрить в направлении бытовых услуг Не только шаговые доступности и бытовые услуги должны уже как мини-объекты открываться должны в гиперсупермаркетах Вот, значит, посещая, например, гипермаркет за покупкой продовольственных товаров, значит, житель города должен иметь возможность посетить в этом же торговом предприятии Вот, например, там объекты, значит, по пошиву одежды, по ремонту одежды или там по ремонту обуви Многие предприятия бытового обслуживания имеют социальную направленность и предлагают различным категориям клиентов обслуживание на льготных условиях В 2014 году льготное обслуживание отдельных категорий граждан осуществляют 7 предприятий сферы быта Парикмахерская по проспекту 9-й Пятилетки, ремонт холодильников на улице Гладково, пошив одежды на улице Энгельса, ремонт телевизоров на улице Гагарина, ремонт обуви в мастерской на Московском проспекте, химчистка на улице Кривого и ателье, специализирующееся на трикотажных изделиях по улице Матозалка Они предоставляют скидки на оказываемые услуги в размере от 5 до 20%, в отдельных случаях до 50%, применяют различные системы дисконтных карт, проводят праздничные акции В 2014 году предприятиями бытового обслуживания города организованы благотворительные акции к Дню Победы, Дню Защиты Детей, Международному Дню Пожилых, бесплатное оказание услуг фотомастерских жителям Украины, покинувшим места постоянного проживания Развитию сферы услуг в первую очередь способствует обратная связь Кто, как не клиент, скажет, какой сервис ему бы хотелось получить и в чем он испытывает потребность Не скрою, обращение со стороны горожан, конечно, имеется Количества, конечно, у нас хватает, но у нас хромает качество У нас проблема с кадрами Кадрами у нас проблема и в общественном питании, и в торговле, но и в бытовом обслуживании эта проблема тоже есть Мы, конечно, над этим вопросом и над этим проблемой работаем И, значит, у нас есть учебное заведение, которое на этот день готовит сотрудников для оказания услуг в направлении бытового обслуживания К повышению уровня квалификации и мастерства специалистов действенно помогают различные профессиональные конкурсы, фестивали, чемпионаты, выставки, смотры За 9 месяцев 2014 года 1331 специалист сферы бытового обслуживания прошел обучение на 148 семинарах, мастер-классах, тренингах, консультациях, проведенных в городе Чебоксары Время идет и потребность в качестве услуг растет, при этом меняются и пожелания граждан Администрация города старается спрогнозировать с учетом обращений, какие виды услуг станут более необходимыми Я думаю, что в будущем, тоже так же, как за границей, у нас тоже будут стиральные комнаты У них, конечно, по стоимости стоит дороговато для нашего населения, наверное, или для начинающего предпринимателя Вот-вот она начнет свое развитие, и это будет, потому что это очень будет выгодно и для студентов, и для молодых семей Которые, вот, например, не может в маленьких жилых площадях установить, например, или выкупить стиральные машины Помимо бытовых услуг, наша жизнь подразумевает получение услуг от государства Оформить заграничный паспорт, поставить ребенка на учет в детский сад или встать в очередь на жилье Потребность в этом постоянная Но какие ассоциации при этом возникают? Длинные очереди в различные кабинеты и сбор множества документов Современный темп жизни не позволяет нам тратить так много времени на ожидания Решение в этом вопросе мы находим в многофункциональных центрах Многофункциональный центр предоставляет 184 государственные и муниципальные услуги К Новому году эта цифра обещает вырасти до 200 Прием осуществляется в порядке электронной очереди При этом возможна предварительная запись на определенное время Среднее время ожидания заявителей составляет 16 минут Среднее время обслуживания одного человека 27 минут Столкнулись год назад с проблемой очередей С чем мы были призваны бороться Это с наследием советских времен очереди Которая тратит время, необходимое для развития нашего общества Поэтому принятое решение было администрацией города Чебоксары Республиканскими властями Чуть позднее вышла федеральная законодательность Которая нас просто обязывает расширять количество наших окон Окон многофункциональных центров по стране Из расчета одно окно на 5000 населения проживающих в городе Чебоксары Поэтому на день города в текущем году мы открыли свои новые окна В дворце культуры Салют И сегодня настало 29 окон по адресу Ленинградская 36 И 19 окон в юго-западном районе в ДК Салют Но это мы считаем первый шаг Он себя оправдывает Мы на месте не встаем Завершены проектные работы по строительству, по реконструкции еще двух филиалов Город Чебоксары Которые будут располагаться по Эгерскому бульвару Недалеко от ДК Тракторстроителей И по Эльгеру 18 Здесь действуют два основных принципа Принцип одного окна Все специалисты универсальны и взаимозаменяемы А значит могут помочь по любому вопросу И не нужно бегать из кабинета в кабинет И важен принцип экстерриториальности Даже если вы не зарегистрированы по месту жительства в данном районе или городе Вы можете получить услугу по месту пребывания Ежедневная МФЦ на улице Ленинградской посещает около 3000 человек А за 10 месяцев этого года По заявлениям граждан и юридических лиц города Чебоксары Было оказано 193 990 услуг и консультаций по ним Можно пример повести молодая семья Зарегистрировали брак Появилось пополнение Ребенок приходит с ребенком Встать в очередь на детский садик Это буквально еще год назад Я говорил, что это была проблема Сегодня проблема не так актуальна Но она пока присутствует И вставая в очередь на получение места В детском дошкольном образовательном учреждении Может получить тут же Сопутствующие услуги Как пособия Иные услуги Встать в очередь на получение жилья Если семья многодетная Получить земельный участок Все это в стенах МФЦ оказывается Предоставляется Если сегодня мы пока эти услуги не предоставляем То оказываем полный комплекс консультирования Кстати, все офисы многофункциональных центров По предоставлению государственных и муниципальных услуг В России будут оформлены в едином стиле И называться «Мои документы» Если вы уверенный пользователь интернета Все может стать намного проще С января по август 2014 года Пользователям единого портала госуслуг Была предоставлена 41 тысяча услуг В том числе почти 30 тысяч федеральных И около 12 тысяч региональных Что в 2,5 раза больше Чем за аналогичный период прошлого года Однако доля жителей республики Зарегистрированных на портале Мала Всего 6,5% Выйти на портал госуслуг можно не только с помощью компьютера, но и информата Внешне они напоминают обычные платежные терминалы, которые установлены в торговых центрах и не только Благодаря этому устройству возможно получать госуслуги в электронном виде Оплачивать штрафы ГАИ и услуги ЖКХ На корпусе аппарата есть клавиатура для заполнения форм и принтер для печати документов Терминал оснащен сенсорным экраном, камерой и микрофоном Можно связаться с единым контакт-центром и получить всю необходимую информацию На видеосвязь через информат выходит оператор электронного правительства При необходимости консультирует, как пользоваться единым порталом госуслуг Прежде нужно пройти регистрацию Некогда сложно выполнимые операции на этом информате вполне просты и понятны С самого начала выбираем наше местоположение Дальше уже проводим регистрацию Вот здесь идет у нас выбор, как мы будем получать код активации Либо через Почту России, это порядка двух недель, когда оно придет заказным письмом Либо через Центр обслуживания в Ростелекоме Получение кода активации – это заключительный этап в регистрации Его нужно активировать в течение суток Тогда код откроет дверь в личный кабинет пользователя Чаще всего обращаются за получением загранпаспорта старого и нового образца Регистрация заключения брака, регистрация расторжения брака Электронные услуги вызывают опасения у некоторых категорий граждан Страх нажать не туда, когда рядом нет специалиста, все же присутствует Однако бояться этого не стоит Сам сайт подсказывает, что нужно делать Например, поставить своего ребенка на очередь в детский сад Можно через портал электронных услуг в сфере образования А отслеживать движение заявки через тот же единый портал Услуга позволяет оставить заявку сразу в пять детских садов И выбрать подходящее учреждение для ребенка Третья страничка – свойства заявления и требуемого образовательного учреждения Зачисление первичное Режим пребывания полный Программа Любая или Примерно основная Общеобразовательная программа От рождения до школы В очередь можно встать с момента рождения ребенка Но с учетом предполагаемой даты, когда родители планируют отдать малыша в детский сад Свойства комплектования Предлагать места в ближайших детских садах Предлагать Указать желаемую дату поступления ребенка в детский сад Так, когда мы пойдем в детский садик Это в сентябре какого года? 2015 К заявке в интернете к тому же необходимо прикрепить и электронные версии документов Паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка Получается, если нет электронных версий документов, то придется идти, наверное, в МФЦ Но у нас есть Взяли документы, сфотографировали их на фотоаппарат Мне понравилось Потому что, во-первых, для того, чтобы пойти в районную администрацию и зарегистрироваться Нужно попросить бабушку или нянечку, чтобы остались с ребенком Покормить – проблема Сходить, простоять очередь, подать документы, вернуться Все это время А тут пошла в интернет, зарегистрировалась И ребенок уже стоит в очереди Не у всех граждан есть сегодня персональные данные уже где-то с интернет Но когда-нибудь уже родители будут достаточно ссылку сделать на свой документ После оформления заявки на очередь в детский сад Родителям должны позвонить и подтвердить появление данных на ребенка в базе На обратную связь может понадобиться неделя Конечно, полностью избавиться от человеческого фактора невозможно Яркий пример – электронная запись к врачу В больницах, где каждый говорит о своих болячках, атмосферу здоровой точно не назовешь Поэтому сидеть в очередях здесь – особо неприятное времяпрепровождение Почему-то электронная запись не спасает нас от живой очереди Как относятся к этому факту горожане? Не бывает такого, что ты записалась и пришла, например, в 8 часов И ты попала на прием в час дня Такого не бывает И ждешь минут 20 – для меня это нормально Ну, все равно поменьше стало Не 10 человек, перед тобой 2 человека Удобнее, все равно удобнее Не знаю, ну, тоже врачи там 15 минут это мало Вроде как кто-то Не знаю, ну, сколько я приходил там постоянно Поэтому, по живой очереди Ну, так тоже, в принципе, неплохо Записывать на одно время, а приходишь, это самое Там посидишь, ну, недолго Сидишь там минут 10 Мы уже записаны на какое-то определенное время Всегда говорят, принимаю в порядке живой очереди Вот сейчас даже Полчаса переживаю Да Иногда все равно можно попасть по времени Говоришь, ничего не знаю, я прохожу А потому что мест не хватает, все не успевают То есть время распределено На каждого пациента время Все не успевают записаться То есть очередь кончается А людям-то все равно лечиться надо Поэтому живая очередь в любом случае возникает Точно так же я с ребенком вчера в больнице просидел До половины восьмого Вот, в живой очереди Потому что вчера заболел Будем честными, мы ожидали больше отрицательной реакции Но вы видели все своими глазами Что же в итоге? Сфера услуг представлена в Чебоксарах в широком спектре Обеспеченность бытовыми услугами удовлетворяет потребность населения города в полном объеме И составляет 7,7 рабочих места при нормативе показателя обеспеченности Два рабочих места на тысячи жителей Максимально приблизит сферу бытового обслуживания к потребителю Размещение ее объектов в крупных торговых центрах и супермаркетах в шаговой доступности А все, что связано с государственными и муниципальными услугами Тоже становится ближе к горожанам Многофункциональные центры работают по принципу одного окна и экстерриториальности Электронные регистрации избавляют нас от долгих ожиданий и очередей Что, несомненно, важно в современных условиях Основной проблемой предоставления услуг остается качественный показатель Повысь стива помогает здоровая конкуренция и требовательные клиенты Ни в том, ни в другом дефицита не наблюдается Это была программа «Комфортный город» До новых встреч в любимом и комфортном городе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова